Радио 54 Вот если пионеры и комсомольцы были массовой такой идеологической структурой, то РДШ это такой масштабный проект в России на самом высоком уровне, для того чтобы лучшие представители молодежи, они смогли получить реальную возможность заняться творчеством, журналистикой, волонтерством, предпринимательской деятельностью. Ну то есть вот это движение, это движение действует по четырем направлениям, по четырем, там я не знаю, сказать, векторам, вот каждый ребенок выбирает себе на вкус. В РДШ мы попали в том году, на одном из классных часов нам Ирина Александровна рассказала про это движение, и вот мне и моим одноклассникам очень, это очень нас заинтересовало, и мы решили, а почему бы нет, почему бы нам это не попробовать, и вот у нас была торжественная линейка у нас в школе, и вот так, все. Все, не попали. То есть вас приняли? Да, нас приняли, мы прочитали клятву, и вот все, теперь мы РДШовцы. У РДШ есть своя символика? Да, есть. Что это? Это пересечение трех кругов, белый, синий и красный, то есть российский триколор, и на пересечении трех кругов книга, символ знаний. Ну и у вас есть значки? Да, у нас есть значки. Галстуки, побоюсь, вот это... Галстуки есть. Есть? Да, и форма. Вот это да. Форма у нас у девочек сарафаны, а у мальчиков очень красивые такие голубые жилетки. Есть четыре направления. Информационно-медийное направление, гражданская активность, военно-патриотическое направление и личностное. Вот информационно-медийное направление, это мы учимся брать интервью, снимать... То есть сегодняшнее интервью в зачет вам пойдет? Да. Классно. Учимся монтировать видео. То есть, как бы, пишем, сами пишем сценарии всегда. У нас в школе детское телевидение. Да, и школьная газета. Как называется телеканал? Студия 101. У нас есть свой канал на Ютубе, мы выкладываем телевидение. Студия 101, ребят, надо посмотреть, да, да, хорошо. И что там, новости? Новости, разные школьные события, разные общие праздники, ну, и вообще просто интересное видео. Передача музыкальных приветов, нет? Нет, нет, нет еще. В гражданском направлении, в гражданской активности это, скорее всего, волонтерство. То есть мы проводим различные мероприятия, акции. Вот у нас были акции «Живой флаг», «Читай вместе с РДШ». То есть в этой акции мы, как бы, детям призывали, чтобы читали книги. Маленьким детям раздавали читательские дневники, чтобы они их заполняли. Потом мы вместе с ними смотрели, какие книги они прочитали и все вместе обсуждали. Кануне дня рождения школьников у нас было замечательное мероприятие. И там нужно было вот за 15 минут что-то, какой-то продукт издать. Вот еще его никто не слышал. И сейчас ученики нашей школы специально... То есть это было прямо на конкурсе, конкурс на задание, 15 минут, и вот что у вас получилось. Да, это, ну, как бы, цель его создания, привлечения в РДШ, кто такие в РДШ и так далее. Пожалуйста. Скажите, дети, ведь недаром в России каждый, кто не старый, вступает в РДШ. Ведь там ребята боевые, во всех делах они крутые. Но главное, что за Россию у них болит душа. Да, наступило наше время. Мы новое большое племя, богатыри, не вы. В работе нашей три секрета. Сейчас расскажем и про это. Их предложили нам не где-то, а Путин из Москвы. Во-первых, очень мы медийны. И в информации мы сильны. И в журналистике сильны. А во-вторых, мы креативны. В любом мы творчестве активны. Мы, созидая позитивные, идею обществу нужны. Все РДШ-овцы патриоты. Любовь к отечеству, работа, большой, серьезный труд. Люблю страну, Сибирь и город, где я сегодня очень молод. Его в жару и в сильный холод Барабинском зовут. Да, наступило наше время. Мы новое большое племя. Жизнь будет хороша. В работе нашей нет секрета. Мы патриоты и поэты. Мы лучше всех на белом свете. Мы это РДШ. Да. Браво. Российское движение школьников. Барабинская версия. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.